Добрый день всем! Начинаем потихонечку сборку нашего приборчика ночного видения. Немножко вкратце вообще о системе его. По-любому будет использоваться инфракрасная подсветка. Для ее соответственно будет использоваться инфракрасный светодиод большой мощности. Значит есть такие парочка нюансов, которые в принципе в комментариях уже могли вы прочитать. Я там пару ответов уже давал. Суть в чем, что мощные светодиоды инфракрасные, именно инфракрасные, они бывают зачастую в трех исполнениях, но из них самых таких основных два. Значит один вариант это 840 нанометров длина волны. Я помню как оно обозначается, как это так альфа что ли, не суть важно. Второй вариант, по-моему 940, там еще бывает 960, мы будем рассматривать 940 для примера нанометров. В чем суть? Глаз вообще человеческий видит порядка там то ли до 500, то ли до 600. Я сильно честно не стал заморачиваться там, сейчас залазить в интернет это уточнять, потому что сам это наизусть как бы уже забылось, давно я разбирался. Но факт что? Что одно, что второе, значит свет что-то одного, что-то второго светодиода глаз человеческий не видит. Но есть один нюанс. Значит длиной волны 840 нанометров светодиод может вызывать небольшое красное свечение. То есть сам светодиод при освещении, он немножко светится красным цветом. Учитывая что светодиод мощный, он может не немножко это делать, а светится нормально. Вот. 940 нанометров. Вот этот светодиод нас больше всего интересует. Поставлю восклицательный знак. Его человеческий глаз в темноте не видит вообще. Ну по крайней мере это мои наблюдения. Сейчас это как бы все в практике, будем проверять. Вот. Что по поводу светодиода? Будем разбираться. Вот я вложу. Еще один нюанс по этому светодиоду. Если вы думаете, что вы придете и купите без проблем сверхмощный светодиод на обычном где-то радио рынке, это конечно большой вопрос. Я это проходил. Короче говоря, ну максимум. Вот у меня есть такого плана светодиод. Вот. Он где-то порядка пол ватта максимум. И то их проблема была достать. Вот. Получилось достать у меня только по месту в городе. Одноватные светодиоды. Вот такого плана. Вот. Их мощность. Один ватт. Так. Вожу один ватт. Это еще реально достать. Напишу словом ватт. Ватт. Т. 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 немножко меняется я использовал два по моим наблюдениям два таких светодиода при напряжении 6 и 7 вольта кушали 0 44 ампера то есть прилично при 12 вольтах они кушали уже где-то ну 0 там 21 что ли там примерно грубо говоря в два раза меньше ну как бы если были измерения про 6 вольтах и 12 наверно было проще но суть в чем то есть чуть чувствуете разницу грубо говоря 1 ватный множенный на 2 при питании скажем так 6 с копейками вольт что скорее всего мы будем использовать потому что 12 вольт это как бы сложно создать кушает пол ампера представьте сколько будет кушать 5 ватный светодиод при таком напряжении грубо говоря умножаем ну соответственно на 2 потому что здесь 2 1 ватных будем считать 2 ватта так 2 ватта у нас будет 5 в два с половиной раза больше получается где-то так правильно два с половиной соответственно 0 44 в два с половиной ну не суть важно короче потребление будет приличное от ампера от 1 ампера до полутора на это рассчитывать то есть если вы для питания используете какую-нибудь батареечку крона то вы разоритесь она будет съедаться но в лучшем случае не знаю там технически за час но реально хватит может минут на 20 то есть исходите из этого значит в плане работы что вообще принцип работы значит подключаем светодиод не напрямую его напрямую подключать нельзя вот у нас светодиод потом у нас идет драйвер драйвер сейчас вам покажу как у меня есть драйвер значит у меня вот такой вот драйвер я пока ложу обвожу потом расскажу про него есть у нас драйвер соответственно что нам еще надо будет надо нам кнопочка включения то есть просто какой-то тумблер нарисуем его так три вывода обычно так стандартно идет если у меня тут под рукой я очень стадо ну вот в плане вот я подготовил значит у нас будет тумблер переключатель клавишный естественно нам потребуется питание я планирую для питания использовать такие вот элементы производственные откуда я их взял выпаял я их с аккумулятора ноутбука старого можно в принципе купить такие стоят от 50 до 100 тысяч белорусских рублей ну по нынешнему курсу в долларах это уже еще меньше стало вот значит аккумулятор скажем так чтобы сделать этот прибор вообще портативным чтобы можно было пользоваться там подзаряжать я предлагаю еще сделать устройство зарядки будет выглядеть в принципе как тупо штекер для подключения внешней какой-то штекер вот у меня такой есть например вот он ложимся до вводим вот это что касается инфракрасной подсветки значит нюансы по драйверу светодиоды без драйвера использовать нельзя почему потому что например если этому светодиоду максимальная я так примерно говорю разрешимый ток максимальный например 1 и 5 ампера то если вы подключите напрямую к источнику даже через тот же резистор точнее через резистор его подключить можно он гореть скорее все будет но когда у вас будет садиться питание будет падать напряжение будет падать ток он будет угасать и будет угасать конкретно потому что жрет как бы светодиод очень много для этого используется драйвер по-другому этот драйвер это стабилизатор постоянного тока то есть и равно константа это у нас сейчас важно по поводу значит драйвера вы китайцы меня меня общение два раза подвели первый раз чем они подвели меня не приехал мой драйвер который был рассчитан под стандартного одну такую под стандартный один вот такой аккумулятор его тип 18 650 может даже получилось драйвер мой не приехал вообще видимо не приедет пришлось мне купить местным в чем недостаток этого местного как и плюс на кстати плюсы тоже есть плюс в том что он довольно мощный он выдерживает нагрузку до 9 ватт 9 ватт максимум соответственно эксплуатировать его желательно не при 9 максимум где-то до 7 напишу 7 макс что нам отлично подходит потому что у нас сколько светодиод он у нас 5 отлично но один нюанс в чем его косяк напряжение его питания от типа от 8 вольт и выше напишу от 8 вольт но на практике я его значит исследовал покрутил я его на регуляторе напряжения реально он работает от шести с половиной даже шесть и три вольта вольта минимум соответственно если использовать два таких элемента которые 3.7 плюс 3.7 осевшим состоянии где-то 3.2 мы соответственно пролазим в принципе то есть ну до какого-то порога но учитывая что эти аккумуляторы довольно мощные мы по идее без проблем попадаем но это все теория значит теперь надо еще воплотить это все в практику какой еще нюанс есть вот этот светодиод 5 ваттный скажу я вам так вот этот 1 ваттный которых я эксплуатировал две штуки стоял у меня довольно мощный алюминиевый радиатор и грелся он капец как сильно и это всего 2 ватта учитывая что это 5 ватт греться будет он еще в два с половиной раза больше вот этих светодиодов сзади есть такая площадка металлическая который обязательно садить на радиатор желательно через термопасту что как бы мы и будем делать в плане радиатора значит радиатор на ваше усмотрение у меня нашелся ну такой еще у меня есть радиатор ну не знаю хотя бы даже такой от процессора есть у меня еще куча маленьких радиатор все это можно достать со всяких материнок взять отпилить то есть это уже в принципе просто алюминиевая даже пластина но единственное что следит за температурой если она маленькой площади значит я тут есть пару косячков попутно значит в плане еще чего что мы будем использовать вместо линзы значит смотрите касательно линз есть вот такие у меня штучки значит они рассчитаны конкретно под такие светодиоды используются они в таких типа как прожекторах такие длинные планки ставится их там несколько штук фишка как оказалось в чем такие линзы бывают разного угла обзора вот он светодиод он ровненько сюда защелкивается вот он зашел и держится только на охлаждение надо садить то есть удобно и компактно вот не знаю видите разницу или нет вот это 10 градусов это 20 в общем это один из вариантов это более простой бюджетный бывают эти штучки вот такие еще полупрозрачные но скажу вам честно сифонят они туда во все стороны то есть свет идет не туда куда надо куда ему захочется то есть есть такие варианты в принципе это просто пустышки под линзы можно вставлять то есть это линза она вынимается вот значит оставляем вот это это у нас будет насадка на светодиод значит чем косячок получился как косячок какой был радиатор только и будем использовать просто он ну чтобы как-то примастить сюда светодиод я исходу из корпуса он сюда у меня не влазит никак то есть не влезет чтобы я не делал поэтому лепим все на ходу делаем же самоделку поэтому не будем выпендриваться возьму и отрежу одну вот эту часть верхнюю чтобы поставить полностью на плоскость собственно будем сейчас этим потихонечку заниматься вот